Всем привет! Снимаем распаковку телефона Meizu C9, приобретенного в розетке. Он поставляется вот в такой картонной коробочке, в пленочке. На него идет гарантия 12 месяцев. Есть гарантийный талон соответствующий. И еще в наборе от Vodafone стартовый пакет. Вот сняли оболочку с него, так сказать. Сейчас раскроем коробочку и будем смотреть сам телефон. Ну вот в коробке как телефон идет у нас в таком пакетике. Дальше здесь идет инструкция к нему. Тут разные, наверное, на разных языках. Так, закрываем дальше. Батарея здесь съемная. Как в старые добрые времена. Сейчас уже такое нечасто увидишь, съемную батарею. На 3000 мАч. Зарядка у нас microUSB. USB-порт. И сам адаптер. Вот он. Самый обычный. Смотрите. Все написано. Все. Больше ничего нет. Сама коробочка. Приступим. Посмотрим телефон. Телефон поставляется вот тут в транспортировочной пленке. И в заводской пленке. Вот здесь, если мы снимем. Здесь еще одна пленочка есть на экране. Батарея, как я уже говорила, на 3000 мАч. Корпус здесь пластиковый. Телефон довольно-таки не тяжелый. Вот здесь написано характеристики. Размер экрана 5,45 дюйма. Фулл-скрин дисплей. Вот размеры 1440х720. Вот здесь написано. Параметры памяти. Что тут еще? Камера. Фронтальная идет на 8 мегапикселей. И основная камера идет на 13 мегапикселей. Так, ну памяти у нас 2 гигабайта оперативной. И плюс 16 гигабайт у нас еще есть. Андроид. Тут система Андроид. Как я читала, вроде бы 8.1. Если я не ошибаюсь. Чистый Андроид. Так, вот здесь у нас нарисовано, что с этой стороны можно вставлять дополнительно микроэзда карту. А с этой стороны 2 наносим. То есть здесь отдельный флот есть для именно карты памяти. Мы приобрели на 32 гигабайта. Но можно до 128 гигабайта. В этом телефоне использовать. Ну, сейчас снимем крышечку. Глянем еще. Да, еще до того, как снять крышечку. Вот покажу вам разъемы где. Разъемы вот в нижней части. Микро-USB. Микрофончик идет. И для наушников разъем. С левой стороны у нас ничего нет. С правой стороны здесь кнопки громкость и включение-выключение телефона. И вверху, вот здесь, тут камера, динамик. И сзади камера со вспышкой. Здесь есть распознавание лица. И, ну, либо же можно использовать обычный пароль. Не знаю, как работает распознавание лица. Тут яркость вообще должна быть по характеристикам. Я смотрела, такая довольно приличная. Так что, думаю, лицо должно распознаваться. Ну, сейчас еще глянем внутренности. Ну, вот, сняли мы крышку заднюю. Поставили уже батарею. И вот карту памяти на 32 гигабайта. Сим-карту мы еще не вставили. В общем, вот так вот выглядят внутренности этого телефона. Сейчас посмотрим. Сейчас снимем эту пленочку. Посмотрим, как он будет показывать экранчик наш. Ну, включаем. Ой, так. Появилась заставочка. В общем, ждем. Вот, что у нас появилось первоначально на экране. Вот, видите, сразу переворот работает. Так. В общем, установки, английский язык и так далее. Ну, телефон включается. Дальше уже будем делать все по инструкции. В общем, установили все настройки, язык и так далее. Вот какой у нас экранчик получился. Довольно таки все прилично выглядит. Вот, смотрите. Все пока что нормально, все устраивает. Обновление прошло. Все само без ошибок выполнилось. Так что, телефончиком будем пользоваться. Вот, есть. Тут обновление еще какое-то пошло. Сейчас у нас включен Wi-Fi. Пожалуйста, вот. Настройки. В целом, довольно-таки приличный телефон. Мы брали для уже немолодых людей, так скажем. Им игры не нужны, поэтому для того, чтобы звонить, там, в вайбере, допустим, переписываться, посмотреть что-то в интернете, вполне подойдет такой телефон. Спасибо, розетки. Будем пользоваться. Ну, вот мы включили просто музыку для примера звучания. Так, что тут у нас? Ну, звук, опять же. Звук изображения, вот, смотрите. Ну, вполне прилично выглядит. Здесь громкость. Вот, можно сейчас на максимуме. Вот, как она выдвигается. Пожалуйста. Компки реагируют живенько. Так, ну, тут у нас ничего нет, поэтому сейчас камера. Вот наше фото. Ну, возможно, не очень, не такое, как на других, более дорогих моделях, но вполне сносно фотографируют. Сейчас еще посмотрим, что у нас здесь есть камера. Вот, видите, включили проводник. Показывает всю память, которая есть. Сейчас звонят один процент. Вот, пожалуйста, категория хранилища. Вот. В общем, телефон бюджетный, но довольно-таки приличный. За эту цену вполне отлично. Рекомендую к покупке. Спасибо за внимание.